Здравствуйте! Вы смотрите программу «Тема дня. Комментарии». Меня зовут Никита Васильев. И сегодня у нас в гостях начальник отдела камеральных проверок номер 4 межрайонной ФНС России номер 12 по Тверской области Юлия Николаевна Платонова. Юлия Николаевна, здравствуйте! Спасибо, что сегодня пришли к нам в программу. А поговорим мы вот о чем. Дело в том, что с этого года Управление Федеральной Налоговой Службы само рассчитает НДФЛ, если не сдать декларацию при продаже недвижимости вовремя. Вот такое нововведение у нас. То есть теперь определенные полномочия новые накладываются на сотрудников налоговой службы. И вот о том, как эта работа будет строиться, что нужно знать налогоплательщикам, что важно знать налогоплательщикам, мы сегодня с Юлией Николаевной и поговорим. Юлия Николаевна, ну вот такое важное нововведение, как я уже сказал, что теперь самостоятельно налоговики могут рассчитывать НДФЛ, если декларация налогоплательщика вовремя не будет подана при продаже, ну и, я так понимаю, при дарении недвижимости. Расскажите, пожалуйста, об этом нововведении. Что на данный момент важно знать тем, кто уплачивает и собирается платить налоги? Значит, первое нововведение – это доход, полученный налогоплательщиком в 2020 году, обязательно должен быть обложен налогом на доходы физических лиц. Если вы в прошлом году получили доход от продажи недвижимого имущества, то и не подали нам налоговую декларацию, да, как бы сроки есть до 30 апреля, они определены налоговым кодексом. В этом году срок продлевался до 15 июля, если даже на сегодняшний день налоговая декларация вами не представлена, но доход получен от реализации недвижимого имущества. Надо понимать, тут будет два условия, при которых налоговая служба доначислит вам налог сама. Налог насчитывается с кадастровой стоимости недвижимого имущества. Берется на 1 января 2020 года кадастровая стоимость объекта. Если у налоговой службы, соответственно, да, мы знаем только кадастровую стоимость, которую нам определяет Росреестр на 1 января года, у налоговой службы нет информации о расходах, понесенных налогоплательщикам на приобретение данного недвижимого имущества. Следовательно, налоговая служба сделает вычет в размере 1 миллиона рублей со стоимости договора, который стоит в договоре. Если эта стоимость договора составляет больше, чем 70% от кадастровой стоимости, то, соответственно, берется стоимость всего договора, вычитается 1 миллион рублей, это сумма вычета, положенная налоговым кодексом. Со всего остального, соответственно, придется заплатить налог в размере 13% суммы дохода. А там он будет соответствовать, да, скажем так, тому, что надели или нет, уже проблемы налогоплательщика. Если налогоплательщик понимает, что у него есть расходы, понесенные на приобретение данного объекта, то, соответственно, необходимо, естественно, самому налоговой службе сообщить о том, что я приобретал это недвижимое имущество, за какую стоимость приобретал, подтвердить факт понесенных расходов. И тем самым уменьшить сумму налога. Либо вообще ее может как таковой не быть. Но налоговая декларация представляется обязательно в этом случае. Это что касается у нас, получается, продажи недвижимости. Да. Но подождите, есть еще один нюанс. Да, конечно, давайте. Смотрите, бывает такая ситуация, когда стоимость, фактически стоимость, прописанная в договоре купли-продажи, она меньше, чем кадастровая стоимость. В этом случае, опять же, законодательно закреплена норма, что считает законодательно, что продажа не должна составлять менее 70% от кадастровой стоимости. Опять же, мы будем знать, что у вас в договоре прописано 200 тысяч рублей, а кадастровая стоимость 1 миллион рублей. Что сделает налоговая служба? Мы возьмем 70% от кадастровой стоимости и доначислим вам налог. И в таком случае разница уже будет достаточно весомая. Достаточно весомая, да. То есть, это что касаемо продажи. Но у нас есть еще один, скажем так, вид, источник дохода. Это что называется дарение, подаренная квартира. Расскажите, как в этом случае будут начисляться налоги, если, опять-таки, декларация не будет вовремя подана? Смотрите, тут сразу надо говориться о важном моменте, что налоговая декларация не представляется в принципе, если дарение произошло от близких родственников. Сразу хочется отметить, кто для нас, налоговиков, круг, кто является близкими родственниками. Значит, близкими родственниками являются мамы, папы, дети, то есть дочка, сын, внуки, внучки, дети, кстати, также и усыновленные дети, братья и сестры, так же как родные, так и неполнородные. То есть, когда один родитель, да, мама или папа общий. Хочется, кстати, отметить, что бабушка, дедушка тоже близкие родственники, а вот дядя и тетя уже не являются близкими родственниками. Вот, если вам подарили близкие родственники, которых я перечислила, соответственно, вам необходимо представить налоговый орган договор дарения и документ, подтверждающий степень родства. То есть, это свидетельство о рождении, то есть, определенного ряда людей, да, если это бабушка с дедушкой, то это два свидетельства о рождении. Если это мама, папа, достаточно одного вашего свидетельства о рождении, кому подарили. Если же вы понимаете, что дарение произошло не от близкого родственника, то в таком случае, соответственно, никаких вычетов. И этого миллиона, как было при продаже, к сожалению, уже не предоставляется, налог платится со всей суммы. Как определить сумму? Очень хороший вопрос по поводу того, что люди говорят, а у нас в договоре дарения не стоит сумма, то есть у нас безвозмездно. Опять же, у нас идет от кадастровой стоимости. Конечно, конечно. Так, рассказывайте. Кадастровая стоимость, соответственно, уже нет никаких вычетов, просто берется кадастровая стоимость данного объекта на 1 января года, в котором произошла сделка, дарение, и платится 13% со всей суммы сделки. Ну вот, получается, мы с вами два случая, две ситуации разобрали. Но мы знаем то, что даже вот в таком случае, да, не всегда, скажем так, исправно налоги плачиваются, да, и документы необходимые предоставляются. Какое наказание в таком случае может грозить неплательщикам? Вот как раз-таки о наказании хочется сказать отдельно, потому что если вот сейчас, да, я призываю всех, кто попал в эту категорию лиц, и кто сам понимает, что доход им был получен, но декларация до сих пор не представлена. Зачастую, кстати, очень часто это при выделе долей, выделили долей ребенка при материнском капитале, дальше квартира продается, и считают, что несовершеннолетним детям, мы также разослали уведомления, очень часто звонят родители и говорят, как же ж так? Это же несовершеннолетний ребенок, он не получал дохода. Но, к сожалению, у нас все, кто поименованы в договорах, даже несмотря, там будет одна сотая доли в этом праве, все равно они также получили от нас требования. И в этом случае все равно надо представлять документы, подавать налоговые декларации. Налоговая декларация, естественно, будет подаваться не несовершеннолетним ребенком, а законным представителем, то есть мамой или папой. И я хочу сказать о том, что даже если вы на сегодняшний день налоговую декларацию не представили, у вас есть еще все шансы отчитаться, и тогда, соответственно, налоговая служба не будет к вам применять особо никаких наказаний. Какие они могут? А если же налоговая служба сама будет рассчитывать налог, то тут применяются совершенно, ну, такие, скажем так, немаленькие штрафные санкции, да? Это будет применяться статья 219 налоговая кодекса, которая говорит нам о том, что за несовременное представление налоговой декларации будет сумма штрафа не менее 1 тысячи рублей. За неуплату НДФЛ, то есть налога на доходы физических лиц, да, если у вас составлена декларация таким образом, что у вас даже при вычетах, при расходах, у вас есть налог на доходы физических лиц, который необходимо уплатить было до 15 июля текущего года. Это, соответственно, рассчитается неуплата, пени, пойдут, да, начиная с 16 июля, уже идут пени за каждый день просрочки, и плюс пойдет 20% от суммы этой неуплаты своевременной. В общем, хочется сказать о том, что, ребята, давайте не задерживайте, налогоплательщики наши любимые, уважаемые, подавайте налоговые декларации сами добровольно, тогда налоговый орган не будет карательным органом. Давайте напомним еще раз, да, в заключении нашего с вами общения, какие сроки сейчас налоговой службы определены для уплаты тех или иных, да, видов налогов и так далее. Смотрите, значит, налог на доходы физических лиц, он у нас всегда, декларация представляется до 30 апреля следующего года, да, то есть в 2020 году получен доход, в 2021 до 30 апреля необходимо было представить налоговую декларацию. Как я уже говорила ранее, до 15 июля в этом году продлевался срок, вам ничего не мешает представить эту налоговую декларацию и сейчас исполнить свой долг, потому что рано или поздно налоговая служба начислит вам сама. И хочется сказать, что на следующий год, если по сделкам 2021 года, хочется сказать, что до 30 апреля также необходимо представить декларацию, до 15 июля уплатить налог. Ну и мы напомним нашим телезрителям, да, то, что всю информацию о своих налоговых начислениях, о своей задолженности, если таковая, к сожалению, есть, вы, конечно, можете узнать на сайте. На этом сайте также можно подойти, получить пароли, и там есть личный кабинет налогоплательщиков, в котором выгружена абсолютно вся информация о ваших сделках, о ваших доходах. Если представляете декларацию 3 НДФЛ, соответственно, ее можно легко там и заполнить, и составить, и отслеживать ход проведения камеральной проверки. То есть на сайте есть абсолютно вся информация, которая вам необходима. Спасибо большое, Юлия Николаевна. Я напомню, что вместе с представителем налогового ведомства Юлией Николаевной Платоновой мы сегодня говорили об одном важном введении в работе налоговой службы, а именно то, что с этого года налоговая служба может сама рассчитать вам НДФЛ, если вы по каким-то причинам не сдали декларацию при продаже недвижимости вовремя, ну или вообще не сдали. Спасибо большое, Юлия Николаевна. Вы смотрели программу «Тема дня. Комментарии». Меня зовут Никита Васильев. До свидания и удачи!